Друзья, всех приветствую! С вами интернет-магазин Antelife. Меня зовут Александр. Перед вами очень интересный смартфон, по моему мнению, в категории до 3000 гривен. Моделька называется DOOGEE HOMETON HT5. Эта модель является полным аналогом Aukitel K4000. Поставляется эта модель вот в такой вот коробке HOMETON. Здесь все его технические характеристики. Комплект особо не замысловатый. Здесь зарядка, USB кабель. Зарядка довольно-таки мощная. Она идет на 2 А, так как аккумулятор у смартфона большой, емкий. Также в комплекте поставляется вот такой вот конвертик, где есть у нас защищенная пленочка и документация от производителя. Сам смартфон у нас выглядит полностью точно так же, как выглядит Aukitel K4000. Кстати, в комплекте поставляется на данный момент вот такой вот пластиковый прозрачный бампер. Аксессуар я предпочитаю более силиконовые аксессуары. Ну, в данном случае, что есть, то есть. Так или иначе, он защищает смартфон от износа, естественно. Модель полностью аналогична Aukitel K4000, поэтому если какие-то детали в этом обзоре не буду говорить, смело открывайте обзор Aukitel K4000 и вы сможете все это там посмотреть. Там более детально все это обозрено. Даже задние крышки можно взаимозаменять. Вот эту крышку можно снять легко и поставить на Aukitel K4000 и наоборот. В продаже данная модель поставляется в двух вариантах цвета. Это вот такой вот черный, темный и еще есть такой цвет, как под дерево. Данная модель имеет более емкий аккумулятор. Этот аккумулятор у нас представлен на 4250 мАч, нежели 4000 у Aukitel K4000. Две симки, карта памяти, 8-мегапиксельная камера с интерполяцией и фронталка на 5 мегапикселя, опять же, с интерполяцией. По ободку идет вот такая вот металлическая грань. Снизу у нас разъем под microUSB и микрофон. С этой грани кнопка включения-выключения и качелька громкости вверх-вниз. Сверху разъем для наушников. Спереди у нас 2.5D защищенное трехслойное стекло, точно такое же, как Aukitel K4000. Здесь HD разрешение, различные датчики приближения освещения, разговорный динамик. Микрофон у нас находится вот здесь, как я вам уже показывал. Ну и три сенсорных кнопки, которые чуть-чуть отличаются от того, как это было представлено в Aukitel K4000. По техническим характеристикам эти два смартфона полностью аналогичны. Единственное, в чем проигрывает DOOGEE HT5, в том, что у него всего лишь 1 гиг оперативной памяти. Но давайте обо всем по порядку. 5.1 Android, 6735 процессор, HD разрешение. Здесь пишут, что здесь якобы RAM у него 2 гигабайта. Однако, на самом деле, и по спецификации от производителя, и по свободным мегабайтам я вижу, что здесь 1 гигабайт. Встроенная память И16, и дальше все точно такое же, все аналогичное. Процессор работает с четырьмя ядрами на частоте 1.0. Дисплей у нас представлен в виде матрицы IPS-OGS. Мультитач тест. Нажал кнопку выключения. Мультитач тест у нас пятиточечный. Вот так. Набирает эта модель порядка 20 тысяч баллов в Antutu тестере. Нельзя сказать, что это производительный, мощный, крутой смартфон. Это больше, как идет к автономному. Плюс небольшой размер, 5 дюймов. Очень интересный вариант. Почему я говорил, что эта модель очень интересна? Чем она интересна? Тем, что она входит в категорию смартфонов до 3000 гривен. Я имею в виду цена из наличия в Украине. То есть, в такой модели, как ZTE V5, появился достойный конкурент с нормальным экраном, с нормальным тачскрином, с огромным аккумулятором и с хорошими камерами. Если рассматривать, если кто-то там хочет покупать себе DOOGEE X5 Pro с его двумя гигами оперативной памяти, ну, вы просто возьмите где-то в каком-то магазине, либо приходите к нам, возьмите эти два смартфона в руки, и вы поймете, что вот это вот полноценный нормальный гаджет, которым можно действительно пользоваться и получать от этого удовольствие. А DOOGEE X5 это такой самый-самый-самый-самый бюджетный заводской китаец с паршивой камерой, с паршивым экраном, с тугим тачскрином и так далее. Я имею в виду все в сравнении, в сравнении с более лучшими вариантами, с вариантами плюс-минус в той же цене, кстати. Прошивка меня здесь не подводила, прошивка обновляется по воздуху, 3G интернет у меня работал с двух сим-карт, никогда смартфон не зависал, никогда смартфон не глючил, была у меня в эксплуатации некоторое время данная модель. Прошивка полностью переведена на русский, есть некоторые настройки, есть такая фишка, когда у нас меньше 20% он включает эконом-режим, предлагает его включить, то есть там выключаются максимально все яркости, громкости, на виброзвонок и так далее. Переходит аналог, что-то как у Meizu, есть вот MX5, я знаю точно. Касаемо звучания, наушники, микрофоны, разговорной динамики, мне все понравилось для смартфона этого уровня, все выполнено хорошо, без каких-либо нюансов, поэтому здесь ничего плохого я вам сказать не могу. Я тестировал, естественно, аккумулятор, аккумулятор в этом смартфоне чуть более, чем Aukitel K4000, он на 4,250. Результаты меня, в принципе, порадовали, он держит дольше, чем Aukitel. Результат у меня вот такой вот, 84,94, в Aukitel K4000 было что-то 7,800, то есть вот те 10%, даже чуть меньше, на которые больше аккумулятора, 4,250, минус 4,4 тысячи, вот на этот показатель времени данная модель будет у вас держать аккумулятор, зарядку дольше. Это плюс, опять же, этой модели. По производительности здесь стандартный MTK6735, здесь 2 гига оперативки, Asphalt 8 попробую запустить, с удовольствием на максимальной графике здесь играться не приходится, однако стоит понимать, что это все-таки модель автономного плана. Она в большей степени предназначена для того, чтобы выполнять более простые задачи, но, тем не менее, очень долго при этом держать зарядку. Также тестировал я камеры в этом смартфоне, камеры здесь на 8 мегапикселей с интерполяцией до 13, основная камера, и на 5 мегапикселей эта интерполяция на фронталку. Камера, в принципе, за эти деньги нормальная, но, конечно же, с ZTE V5, с его 13 реальными мегапикселями в этой категории, ну, как бы, да, оно будет похуже. В целом, это все, что я хотел сказать. Более подробную информацию смотрите в обзоре у KITELKA4000, ссылочку разместим для вас здесь. Модель дешевле в Украине, чем у KITELKA4000, примерно гривен на 500, на 600 на сегодняшний день. Это полностью аналогичная модель, единственное, что в нем нет этих 2 гигабайт оперативной памяти. Но я вам хочу сказать, что я пользовался этим смартфоном в довольно-таки серьезном режиме, постоянно 3G интернет, все дела, у меня этого 1 гигабайта оперативной памяти хватало с головой. Никаких проблем, никаких дискомфортов я не ощущал. Приложения не тупили, не сворачивались. Скорее всего, хорошо настроена прошивка, и она сама обнуляет те места, которыми вы не пользуетесь. Вот, поэтому, да, по цифрам он слабее, чем у KITELKA4000, только за счет оперативки. Но по аккумулятору он лучше. Во всем остальном, это полностью идентичные модели, и здесь такие более интересные крышки есть. Есть вот такой вот темно-серый вариант, и есть такой темно-коричневый, как больше, как под дерево. Поэтому DOOGEE HOMETOM HT5, это очень интересный вариант, в цене до 3000 гривен, будет конкурировать с DOOGEE X5 PRO, ну, который, я считаю, этой модели вообще не конкурент, и ZTE V5. Вот эти два смартфона до 3000 гривен, даже до 2900 примерно, вот это будет два лучших варианта на сегодняшний день. На этом все, спасибо за внимание, оставляйте комментарии, подписываемся на канал, подписываемся в группу, и, конечно же, заходим в наш интернет-магазин antilife.com.ua, покупаем DOOGEE HT5. Субтитры сделал DOOGEE HT5.